Привет всем, с вами Эден, и сегодня мы поговорим о очень важной теме. Я знаю, что когда я была маленькая, всегда меня интересовало, как понравиться тому мальчику, которому я хочу. Конечно же, в 25 лет эта тема, думаю, далека от нас, потому что в 25 лет мы уже знаем, чего мы достойны, и мы уже не думаем, ой, как я его достигнула, этого мальчика. Вообще-то он же не мальчик, 25 лет, а мужчина. Но я хочу помочь вам, моим маленьким сестеркам, чтобы вы знали больше, чем, может быть, я знала в то время. Так что давайте начнем. Окей, во-первых, самое важное, если вам нравится какой-то мальчик, и, может быть, в его голове он думает не о том, Может быть, он совсем еще маленький в голове, может, он об этих вещах не думает. Может быть, сто тысяч причин, почему бы он не хотел сейчас быть влюблен или что-то такое. Вы должны знать, что это не конца мира, потому что я помню, когда... Я помню, в первом классе и во втором классе я была влюблена в несколько мальчиков, может быть, в трех сразу. И, допустим, он не хотел... он не был влюблен в меня, и тот тоже, и я просто плакала, как будто бы это конец мира. И в шестом классе у меня был первый друг, романтичный, не знаю, как это говорят на русском. Бойфренд. Он был мой первый бойфренд. И когда мы расстались после месяца, я думала, что это конец моего мира. Я зашла в кровать, я плакала, как не знаю... как будто бы я не знаю, что случилось. И мне мама сказала, все время, она мне говорила с первого класса до того момента и так далее, всегда говорила, что когда я вырасту, я вспомню эти времена, как я плакала из-за этих мальчиков. И я узнаю, что это было не для чего плакать, потому что это ерунда, и в жизни я буду любить еще много мальчиков. И даже сегодня, когда мне уже 25 лет, я знаю, что если сейчас я буду вести связь, романтическую связь, как это говорят, я не знаю, как это говорить на русском, пожалуйста, напишите мне, то если это закончится по каким-то там причинам, если я пойму, что он не для меня, или он поймет, что я не для него, или что угодно, я не буду это воспринимать как раньше, когда я была маленькая, что я думала, что это конец света, и я не знаю, что с собой делать. После этого. Я знаю теперь, сегодня, что в жизни у нас нет такого смысла, одна половинка, и где-то она там ходит, и мы ее должны найти. Мы можем влюбиться в любого человека. Мы можем влюбиться даже в того человека, которого мы знаем много лет, или мы не знаем и не хотим знать, потому что он нам не нравится внешностью. Но если мы его узнаем, эта внешность вдруг нам начнет нравиться, потому что мы будем любить то, что у него тут внутри. Потому что то, что внутри, это то, что нам, девушкам, делает влюбиться в человека. Потому что мальчик, когда он видит девочку, он смотрит только по красоте. Это первый взгляд, да? Первый взгляд, он видит самую красивую девочку, и он говорит, вот ее я хочу. Но, может, когда он ее узнает, он поймет, что кроме красоты в ней ничего нету. Но на первый момент он хочет только ее, потому что она красивая. А у нас это наоборот. Это не так, потому что мы можем влюбиться в юмор, в чувство юмора. Мы можем влюбиться в того человека, который даст нам самую лучшую опеку. Опеку. Даст нам самое лучшее чувство, даст нам чувствовать, как будто мы принцессы в этом мире. И поэтому у меня тут есть татуировка. Это тиара. Тиара — это корона принцессы. Принцесса, а не королева. Потому что я чувствую себя принцессой. И я вам могу рассказать, почему. Потому что я чувствую себя настоящей женщиной. Не какой-то там гладиатором или львицей. Я настоящая женщина. Я знаю, что мне не надо идти в войну, чтобы завоевать моего мужчину. Я знаю, что если я буду сама собой, если я буду любить себя, как я люблю себя, и верить в себя, то и буду вести себя нежно, как женщина, а не как гладиатор, так как я сказала. И этот мужчина будет видеть, что я стою на своих ногах, потому что я этого заслужила. Он видит, что мне не надо лечь на какого-то мужчину, чтобы стоять на ногах. Потому что иногда мои подружки, я могу видеть это по нескольким моим подружкам, что им надо всегда, чтобы рядом с ними был мужчина. Потому что без него они чувствуют себя. Я одна. Почему я одна? Что меня никто не любит? Я одна? Что сегодня? Что? Что я буду делать? Я одна сейчас? Каждый раз, когда у них заканчивается релеченшип, они начинают ломаться. Просто ломаться. Я тоже была такая, может быть, ранее. Очень давно. Но теперь я знаю, что даже если я одна, и я хочу сейчас быть одна, да, я не хочу свою жизнь связывать ни с кем пока что. Сейчас, на этот момент. Потому что у меня столько много дел, и столько много, что я хочу сделать в моем будущем. Я не хочу, чтобы никто-то мне мешал. Потому что если, когда ты не один, а два тебя, вас, то это мешает тебе. Да, это хорошо иногда, и все такое. Есть в этом много плюсов. Но есть в этом немного минусов. И когда ты с кем-то находишься, то иногда твое счастье зависит от него. Понимаете, о чем я говорю? Но сейчас мы не будем говорить об этом. Это в следующем видео. Я сделаю другое видео об этом. Это видео будет называться «Как быть уверенной в себе и как себя любить». Окей, вернемся. Вы должны сначала себя любить. Окей? Когда вы уверены в себе, вы знаете, что вы — это самый лучший вы, что вы можете быть в этом мире, на этот момент, и вы каждый раз хотите стать лучше и лучше и лучше, то это уже плюс для вас. Если вы, вы должны быть самой лучшей в каждом этапе вашей жизни. Если это интеллигенция, вы не должны тухнуть. Если вы не тухнете вот так перед телевизором или играете в Sims каждый целый день и ничего в жизни не делаете для себя, я не говорю о карьере. Может быть, ты еще маленький ребенок, и все равно, когда ты ребенок, ты тоже должен что-то делать, потому что года, они проходят вот так. И ты не заметишь это, так что работай над собой своей интеллигентностью. Читай книги, пиши, если ты умеешь писать, делай, что тебе нравится. Читать книги — это так важно, что я вам даже не могу объяснить. После того, как вы достигли свою любовь, свою любовь, потому что вы самые лучшие, что вы можете быть, и вы себя за это очень любите, вы должны подумать, как вы себя ведете. Может быть, вы всегда нервны и кричите, и вы не можете, и вы антипаты такие, и вы не любите людей. Это большой минус, потому что, когда вы нежные, и вы хотите быть добрыми к этому миру, то этот мир становится добрый к вам. И когда мальчик видит, что девочка, она такая, как колючки, она как колючки, то он не хочет рядом с ней быть, потому что она как колючки. Иногда есть такие, что думают, есть такая книга, почему мужчины любят бичи, да, бичи, не знаю, как это на русском. Вы, наверное, знаете эту книгу, потому что она очень известная. Это просто дурацкая книга, просто дурацкая книга. Я вам хочу сказать, что я читала эту книгу, когда мне было 17 лет, и я... В то время уже молодой человек, 3 года, ну не в то время, а с 17 лет до 20 лет мы были вместе 3 года, и для меня это уже было поздно, делать то, что написано в книге. Но я в это верила, я верила, что надо быть бич, чтобы достигнуть мужчину, потому что если ты к нему нехорошо относишься и все такое, он тебя будет любить. Но это не так, это вообще не так. Сначала мужчина должен тебя полюбить за то, что ты добрая, хорошая, ты даешь ему хорошее чувство, самочувствие. Ему нравится с тобой быть. Если ему плохо там, или что-то такое, не плохо, он рвет, а плохо в сердце. Он знает, что ты первый человек, которому он позвонит, потому что ты его утешишь. И вот эти вещи, это то, что даст ему полюбить тебя, а не колючки. Будь роза, будь роза, мягкая, пахни хорошо. И люби себя. И не думай, как достигнуть этого мальчика, как сделать так, чтобы он тебя полюбил. Потому что если ты самая лучшая для себя, что ты могла бы быть, то он тебя полюбит. А если он тебя не полюбит, то он тебе не нужен. Поверьте мне, вы не должны бегать за кем-то, или выходить на войну для кого-то. Вы не должны. Потому что когда вы любите себя, то все любят вас. А если есть какой-то человек, что вас не любит, у него что-то не в порядке. У него что-то не в порядке, потому что, может быть, он себя не любит. Может быть, у него другое что-то в голове. А может, ему не до этого. Миллион, миллион, миллион разных вещей может быть у него в голове. Я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Это мой опыт. Не забудьте, что мне было 25 лет на прошлой неделе. Спасибо большое за просмотр. Я целую вас. И мы продолжим говорить на эту тему и другие темы. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И до свидания. Продолжение следует...